добрый вечер дорогие мои на 5 прямом эфире вот вещание происходит из деревни агалатова и строительного вагончика вот я сюда ухожу специально чтобы поговорить просто поговорить с вами может даже самим собой может быть мне это бывает и нужнее чем вам поэтому всех приветствую всех присоединяются белоруссия вот так благо сегодня опять как всегда со мной гитара попоем размышляем я что-нибудь расскажу как такое вот обыкновенной беседе как будто мы сидим на кухне с друг другом общаемся я просто поговорим и и просто попоем я сейчас наверное для настройки пока все подключаются уже 37 человек получилось и я пока спою песню как хочется чистоты может быть с ней будем с ней будем начинать каждую передачу пока все подключаются и настраиваются как хочется чистоты как хочется чистоты как хочется простоты как хочется тепла как хочется чтобы любовь была кто сможет этот путь до конца пройти кто сможет не свернуть с этого пути с этого светлого доброго пути с этого светлого кто знает кто-то может подпевать пока я буду выходить в эфир будем петь эту песню вначале и запоминать там где-то есть лето солнце правды и свет там где-то ответы ни болезни ни бед как хочется нам туда где светит одна звезда где с нами любовь всегда страданием заплатить за эту возможность жить и чашу до дна и спеть и спеть там где-то там где-то есть лето там где-то там где-то ответы не болезни ни болезни ни болезни ни на слово дне небе как хочется чистоты как хочется простоты как хочется тепла как хочется добрых слов как хочется светлых снов как хочется чтобы была любовь кто сможет этот путь для людей пройти кто сможет не свернуть с этого пути с этого светлого доброго пути с этого светлого ну вот спели песню как хочется чистоты действительно нам хочется чистоты может быть даже наша жизнь похожа на борьбу с хаосом стремлением порядку у кого-то устраивает свинарник тут живет свинарники вот кого-то устраивает такой беспорядок кто-то очень хочет упорядочить и свою жизнь и и быт и мысли и молитвы и действия и на работе в семье вот и вот в итоге в итоге вот даже если работать над своей душой и порядок ее привести душа станет чистой как белый лист бумаги я всегда я всегда сравниваю вот покаяние с белым листом бумаги когда человек исповедует успокаивается и душа его становится белой и любой грех который попадает на лист он как пятно как как чернильное пятно и его надо смывать тут же покаянием иначе весь ваш белый лист души очень скоро превратится в черный вот и люди с этим сживаются а потом наступать такой момент когда на душе становится невыносимо просто невыносимо и не знаешь куда это все дети такое ощущение что это нарыв кому-то душа полная гноя и ты не знаешь не знаешь кого-то лекарства кота пластырь чтобы это избавиться а пластырь у нас всегда есть недавно тоже лежу нет так так стало тяжело на душе и я стал потихонечку молиться вот стал вспоминать какие-то моменты своей жизни хорошие вот светлые людей стал вспоминать потом зацепился за одно за другое и надо я так понимаю что свою жизнь надо так строить чтобы как можно было больше доброго в ней то что сейчас очень много осуждения вот очень много такого в жизни человеческой очень много недовольства вот я прошлое вот вот это воскресенье прошлое воскресенье до прошлое воскресенье я проповедь о недовольстве произнес знаете храме были недовольны тем что я прочитала недовольство а что вы все о плохом вот надо только хорошим говорить не менее но ты мы и так все уже замучены своими грехами а вы еще пытаетесь нам на них указать ковыряйтесь во всем этом ну во первых я священник я хочу сказать что все грехи которые которых я говорю они присущи не только тем людям которых я исповедую но и мне самому бывает на прямо на исповеди я вижу что намного хуже человека который передо мной исповедуется а он плачет какой таком грехе который я уже не считаю даже за грех почти я просто меня это ну и ну что же я делаю что же я делаю надо срочно пересмотреть свою жизнь свои отношения вот я я учусь и я стараюсь учиться у каждого исповедующегося и и когда он мне говорит что бачка вот я так вот этим грешен этим я про себя думаю я таким же грешен или был грешен господи прости нас прости помилуй идет вот в таком состоянии нахожусь но это не означает что я буду нахожусь в унынии и что я приписываю себе вину какую-то постоянно вот потому что некоторые люди тоже любят ковыряться в своих всем грязном белье этом достает удовольствие но они не не избавляются вот сейчас ведь там надо мне отключить все-таки отключить мне что у меня научить отключить что у меня не не нет а потом когда-нибудь не жужжал телефон вот ответ что-то разошелся вот но вижу очень много появляется те кто смотрит этот прямой эфир просто поговорим и вот я очень рад и все рады очень встречи вот я очень рад такое интересное открылось у нас окошечко у рита появилась с тремя сердцами прямо вот потом я вижу еще юлю юля в самом начале перед самые знаете вот перед самый сегодняшний перед премиум эфир мне позвонила юля юля вот я прошу позвоню помолиться опять бачка не понимаю что со мной происходит страх ее одолевает вот она ведь это может быть паническая атака или это действительно коронавирус так вот она задыхается и тут вот я вижу что некоторые тоже спрашивают а как справиться со страхом нас сейчас очень сильно запугивают вот везде и все вот начинают магазина школы работы телевизора все на все запугивают и не знаешь как себя вести я себя поймал на мысли недавно что я боюсь человеку приближаться потому что у нее подозрение есть какой-то на болезнь он какой-то он сопливый я боюсь потому что у меня есть близкие и у меня приход есть и из людей со сотни людей общаясь мне нельзя болеть вот и что делать с этим я не люблю носить маску хотя не везде заставляют одевать это нарушает мою свободу вот приходится смиряться тоже и я себе сразу когда все это началось весной я себе сразу сказал что я в себя страх запускать не буду вот как хотите может быть я пусть даже заболею или что-то еще чтобы все будет плохо но страха не буду сейчас потому что страха разрушающая сила она человека держит в спазме и вот и человеком неадекватно и говорит и поступки совершать неадекватно из-за страха нашим постоянно и вну его мучает он постоянно ссылается на свой страх и страх он перекрывает любовь нашу а на самом деле знаете есть простой способ надо исповедовать страх даже человек сам бывает что не может есть панический страх я тоже испытывал его у меня много лет были панические атаки я пытался таблетками сбивать а потом и я как бы пошел навстречу страху так и может сказать если он так так вот делай со мной что хочешь страх но господь сильнее вот уже бог есть любовь и какой здесь может быть страх я понял что страх это не божественного происхождение это состояние я себя начал убеждать и пошел на преодоление вот пошел на преодоление и потихоньку потихоньку страх отстал и я не стал таким бесшабашным смелым храбрым зайцем мы православные два у нас должно быть бдение но мы не должны бояться представьте себе часового на посту который боится всего каждого шороха он посидеет за одну ночь вот он выполняет свой долг чувством ответственности бдит если что он сообщает и то что он стреляет то есть надо просто довериться богу но это не просто ко мне одна женщина батюшка и я наконец поняла что на все воли божьи и года я вам уже несколько лет об этом самого на говорю так вы говорите а я поняла ведь не теперь ничего не страшно вот завтра у меня увольняются работы а мне не страшно игра почему это потому что все руках божьих господь если надо мне работу даст и может он у меня туда забирают с этой работы чтобы дать мне другую вот представляете как уже женщина но она прошла такой опыт что уже пришла к такому выводу что на все воля божья и господь на нас думает и и заранее думают господь значит все наши ходы и чуть-чуть корректируют вот нас по жизни сегодня до сегодня и вот так мучает совесть что давно не посещала церковь ай-яй-яй-яй может из-за страха тоже да а вообще в церкви знаете все болящие вот все сумасшедшие там все немощные какие-то убогие да все грешники он говорит да чё я пойду в церковь там одни грешники человек говорит представьте что говорит потому что она потому что человек в гордыне пребывает он безгрешный не пойду я в церковь и там и бомжи там и алкаши вот и все проблемные люди все в церкви потому что господь пришел к болящим они да не пришел спасти болящих а праведник сам спасется вот но вспомните эту евангельскую притчу о мытаре и фарисеи мытарь бил себя в грудь и и считался грешнейшим человеком на фарисеи говорил я и даю десятину церковь я такой хороший я знаю все законы все выполняю не то что этот мытарь показываю на него пальцем и кто оправдается кто спасется из них или разбойник на кресте висела два разбойника и христос между ними и один разбойник пожалел христа один на уху а другой пожалел и вот даже за это хоть он и был и убийцы прелюбодеи и развратник и плохой человек был но в нем сердце его глядя на христа но дрогнула и он его пожалел и христос он первым оказался в раю разбойник лучше самое самое интересное это может произойти с каждым из нас вчера я исповедовал одного человека пришел человек и попросил срочной исповеди вот его все трясло муж 5 был в таком состоянии я вам привел пример но он совершает один тот же грех не может от него избавиться огур ты представьте что что своим грехом забиваешь гвозди в руки христа саребра на распятие лишь гвозди у меня и каждый грех это ты молотком биваешь ему гвозди и уже больно он же наш отец он хочет чтобы мы были но чистыми чтобы мы были светлыми духовными господь взял все грехи мира на себя представляете что это такое какая-то помойка спустился в ад это какая нужно какие там панические атаки спуститься в ад и победить когда мы на пасху восклицаем христос воскресе у меня вот это я просто не знаю вот в этом вот это состояние я понимаю вот это воскресание я понимаю внутренне ну по своей мере конечно внутренне чувство как это все происходило спуститься в ад и вернуться оттуда живым победить смерть как избавиться от мысли о прошлом ну первый способ вообще не думать об этом но это бывает не помогает потому что совесть нам нас съедает с божьей помощью это возможно надо идти на покаяние полностью найти священника которым можно все это рассказать от души вы почувствуете облегчение а потом если священник мудрый и он скажет как выйти из этого положения но я бы посоветовал вот милосердием сострадание милосердием добрыми делами но как бы заменить свои грехи на противоположными если это был блуд то чистотой если бы это было воровство то надо щедростью своей если раздражение надо любовью вот осуждением вот надо наоборот хвалить людей ведь и на сейчас похвалы не хватает все пишут у кого свекровь у кого как в основном с ближними до отношения очень тяжело наладить очень это самое тяжелое то что в обществе мы белые пушистые а когда приходим домой закрывается дверь за нами вот тут то все начинается тут мы есть самые те кто есть на самом деле лжицы в спирт да почему да как относиться я не опускаю лжицы в спирт и не знаю что со мной будет дальше может быть меня но не знаю там запретят или что-то еще я не могу ну просто не могу у меня рука не поднимается опустить лжицу в спирт люди ну как если вы приходите в храм его и вас там причащают именно так я думаю надо причащаться потому что по вере вашей да будет вам вот вот так вот потому что нас ставят вот в эту работу и никуда не деться и что ну вот человека единственный храм он как он тоже в селе там батюшка такой он выполняет все там предписание он тоже не может иначе вот потому что это послушание и и он вынужден так делать и и мы тогда смиряемся а что делать хотят я я лично сам против таких вещей на церковь она тоже мы тоже должны понять отношение с государством должны быть крути симфония союз все это очень сложно вот я вот знаю отца александра захарова который просто официально выступил в интернете можете посмотреть протири александр захаров и и прям и четко объяснил почему он это не делает я может быть еще не такой смелый но не знаю может быть я вы знаете что я молодой еще священник сегодня вот вчера было 12 лет как я служу церкви и я не собирался быть священником у меня даже не было планах если вы мне сказали в юности что я буду священником я настолько был далек чтобы очень долго бы смеялся и сказал что это это сумасшедшая совершенно мысль вот а сейчас я я вижу что какой был промысел надо мной то господь и туда-сюда сколько я мучился сколько он вот у меня и он меня терпел господь и сколько преткновений было в жизни из испытаний и такие тяжелейших на грани жизни и смерти вот и я все-таки стал священником и вот кстати я тоже на проповеди вот вчера рассказал как это произошло можно ли мне исповедуется по телефону приезжайте петербург но иногда вот мне люди видимо негде ему уже вот они живут где-то или у них нет возможности они просто аудиофайл не посылают или пишут целое целое послание вот покаянное письмо сначала объясняют свою жизнь его немножко а потом пишут в чем они каются но пока вас не накрыли и петрахилью вы так и будете своими грехами должна быть разрешительная молитва вы можете друг другу исповедаться да конечно это можно помогать но окончательно грех избывается только человек произносит слова слова выходит из человека грех выходит и священник накладки петрахиль так как сказано учет я сегодня это петербурге есть у меня очередь у меня есть духовный чадо которую которых есть ко мне доступ которые могут там в любое время день и ночь позвонить искать батюшка мне плохо там помолитесь есть люди которые приезжают храм которые знают когда я служу есть расписание и по субботам собирается я пока не всех не исповедую я не ухожу отмывать до ночи вот воскресенье очень сложнее потому что после службы много народа и я у меня диабет еще надо поесть я бывать не со всеми могу вот я давайте что-нибудь спою вам так как у нас музыкально духовно поэтическая давайте я вам прочитаю стихотворение который написал сегодня ночью ну я ночью пытался спать а мне что-то не не спалось вот я записал написал стихотворение а про все началось того что я взял ложку взял чай ложку чая такого и положил его стакан залил кипятком и вот это я смотрел ложку и но чайная ложка чая чайно чайная ложка чая интересно как это чайная ложка чая и из нее выросли стихотворение которым сейчас прочитаю я уже его у меня есть чат вот называется духовная копилка и там все пишут только хорошие мысли но не знаю что кто хочет я могу подключить через ватсапе есть чат называется духовная копилка и все пишут только хорошие сообщения и ты туда заходишь и и читаешь только хорошие мысли вот я там сразу я строго отрезаю кто-то начинает там какие-то вопросы поднимать вот так хорошие мысли только солнечные только красивой картинки нам это сейчас не хватает вот я хочу чтобы я хочу чтобы и наша вот это вот эта передача просто поговорим она была точно такая же то что все уже надоело не запугали нас что только с нами делать и вот написал творение чайная ложка чая небо надежная сень завтра себя встречаю в городе среди осин завтра к себе приеду в новые времена будем вести беседу в городе где война там где земля уходит там где с собой на ты будем мы что-то вроде в прошлое жечь мосты чтобы собой остаться не растеряться с собой в городе имитаций где за реальность бой буду в сухом остатке новые песни ждать ночью в своей тетрадке вымолив благодать для того чтобы подключиться к моему чату надо просто знать значит мой телефон номер телефона написать чтобы я вас сделал своим ну как сказать ну адресатом или как-то и я вас включу просто в чат ну ну там будет у меня пока там 90 человек если все подключиться но будет здорово но и хочу вас предупредить что он очень засоряет память телефона и надо отключать позили постоянно его подчищать чтобы он не забивал телефон вот такой стихотворение написал ну допустим вот чайная ложка чая это понятно что я взял чайную ложку и начать небо надежная синий я подумал что а что может быть надежнее небо у нас когда у нас земля бывает из-под ног уходит вот я когда болел я иду а мне у меня все качается и как будто кажется что земля качается завтра себя встречаю в гор в городе среди осин я еду храм в осиновую рощу в городе санкт-петербурге я еду на встречу с собой потому что так зарапортуешься и только когда заходишь в алтарь вот и приходишь в себя завтра себя встречаю в городе среди осин понятно же да но это только мне понятно а так кажется что набор слов но красивый набор слов с хорошими сочетаниями гласных согласных вот ну и тогда и там все стихотворение расшифровывается основной смысл понятен только мне реальность бой да где там за реальность бои вошли во вслух действительно понимаю что за бой что за реальность бой да 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 вот так и за реальность бой спасибо что там от вас затронула в городе имитаций где за реальность бои вот нам все 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 в суррогате все начинают пищи вот кончая мыслями и кончая не буду уже говорить много чего и все время надо биться в городе имитаций а потому что знаете почему вот последнее время ко мне приходят люди поврежденные практически психическими заболеваниями я не могу я не могу понять где психиатрия а где духовность где у человека духовно поверили или психически вот и но то есть понятно что это время такое удалось за этих страхов у людей и мании возникают вот и нас страшно и им кажется что за ними следят от замкнутого пространства много всяких патологии возникают давайте споешь что-то я сегодня так запишите мой номер телефона ой господи помилуй мне мой телефон знает вся страна вот это наверное не ни один батюшка наверно так и так не делает плюс 7 911 семьсот восемьдесят один двадцать пять тридцать один это мой телефон можете потом я передачу сохраню спойте песню про маму какой сейчас так я уже пел как вы думаете мы живем в последние времена а мы всегда живем последние времена и у каждого свой апокалипсис вот надо готовиться к своему личному апокалипсу потому что я могу так мы можем подготовиться к апокалипсис купить гречки и соли и спичек вот и все что мы можем сделать это они нам будут не нужны а страхи мы будем жить понимаете никакого страха потому что христос это жизнь и нам 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 нечего бояться мужчина тяжело идут церковь до что ты их держите держит никаком потому что гордые почему он женщины мироносицы на гроб побежали ко христу потому что у них было меньше страха вот и меньше гордости потому что они ну если они любили то они любили самозабвенно а мужики города им очень тяжело надменные гордые вот как-то послушайте жену и пойти в храм как сейчас пою что успеть то вот вот чё чё успеть ну про маму просили песню до облака плывут по небу видно в дальние края я не знаю был или не был в этой жизни счастлив я только помню в детстве где-то деревенской тишине голос мамы солнце лето занавески на окне мне бы вместе с с облаками улететь в родимый край и шепнуть тихонько маме никогда не умирай облака плывут по небу видно в дальние края я не знаю был или не в этой жизни счастлив я такие вопросы вот в этом стихотворении как раз это написано вот эта строчка я буду возвращаться в этом стихотворении то что каждое стихотворение она в него вся жизнь вмещается ночью в своей тетрадке вымолив благодать песня и стихотворение как молитва должны быть обязательно иначе этот любование красотой словом рифм поиск рифм какой-то это все должен быть такой синтез ну я не знаю это какой-то особый настрой должен быть это какой-то такой сгусток всего интеллекта и культуры таланта веры и такой прорывка в другое измерение можно наверное специально чуть и не передачу сделать стихосложение я думаю что каждый человек это может а сегодня я бы хотел еще так как вот мне 12 лет как я священник вчера было на день преподобного антоний сийского где антоний сийский это святой архангельский он был молодым человеком новгороде купцом жена у него умерла вот и он знаете что он он подумал что он так любить больше не сможет всего год они прожили и он не стал не жениться ничего нет нет даже нет не думать о богатстве чем-то заниматься он просто все раздал бедным и ушел молиться в далекий делали он посвятился богу понимать когда и пока он шел он постригся монахи и уже люди которые когда он пока он шел по этим северным краям они видели что-то горящий горящий монах священник они пошли за ним ученики пошли и он привел их у рыбаков каких-то в лесных людей он узнал что есть существует остров нам на михайло мост озере это вот под холмогорами где вообще только одни дикие звери были он туда ушел и они там молились и насколько сильна была его молитва что вот допустим когда они туда пришли они построили нам келий себе и вот и из бревен она у них началась зима у них не было продуктов и стали роптать да я на ольге форш служил и построил этот храм с божьей помощью антони сийского вопросы задают спасибо спасибо дорогие мои за поздравление мне очень приятно и нисколько для жизни не не горжусь тем что такой вот просто очень приятно что меня поздравляют все как-то эти двенадцать лет год за три у меня точно идет стаж набрался и он и он так и антони стал на молитву а представляете братья ропщик они собираются уходить от него он начинает начинает роптать братья начинает роптать а он начинает молиться и вот представляете вдруг появляется обоз целый с продуктами оказывается купец ехал по архангельской дороге в москву заблудился и попал не на ту дорогу и выехал на монастырь а за монастырем уже никуда там озеро и тупик тупик он приходит ребята где здесь это ну типа дорога а это все уже нет дороги дальше но он видя этот скупец они его позвали к себе увидят что у них беда и он взял и отдал им день дал им денег и дал им продуктов они вам показали как вернуться на свою дорогу вот и он сделал доброе дело и антоний сразу возвеличился потому что мы его молитва была услышана явно что-то англо-хранитель этого купца туда послал и он авторитету братья вырос они построили церковь на эти деньги деле первую деревянную трое троицки и и безбедно пережили зиму чтобы можно было потом посадить что-то картошку морковку и представляете я в этом монастырь а вот монастырь же меня юрий юлиан шевчук группа д д т мой мой друг крестный моего сына он меня когда я к ним обратился что у меня все плохо я умираю он год так ты поезжай монастырь там помрешь и с богом сказал мне меня погрузили в архангельск на поезд лежачего и я оказался на острове среди монахов совершенно не понимаю не православие вообще ничего не понимаю они меня соборовали если через три дня не помрет вот то значит будет жить и вот я эти три дня умирал понимаю как тут все такс кто-то позвонил во время этого трансляции звонки идут вот меня слышно там сообщите мне пожалуйста слышно ли меня кто-нибудь скажет видно меня слышно ну и и ну короче там произошло чудо спасибо большое слышно слышно как ты мне выключить это как мне чуть выключить здесь мы ты наверняка не подготовился явно и я там исцелился на мощах антоний сийского это целый рассказ я наверно может однажды однажды я полностью все расскажу есть рассказ но я к чему это хочу сказать я хочу спеть песню который написал сразу как приехал петербург вот я исцелился от смерти болезни ночах приводом антони сийского и стал строить здесь подворье этого монастыря петербурге подворье получилось был построен храм но мне а там не получилось служить но это отдельная история только дайте расскажу но она это все лично спою песню которая называется вот окунаюсь в тишину храма окунаюсь в тишину храма я иду по тишине петербурге прибор переди сияет вся она слава поворачиваю право ниц по ду душа моя Плачет, преподобник, видишь, путь начал. Помози мне в тишине храма, Перед Господом стоять прямо. И на страшном, на суде, грозном, Не соломой быть плодом, лозным, И очнувшись в выгребной яме, Ощутить себя в святом храме. Окунайся в тишину храма, Я иду по тишине прямо. Прямо я иду по тишине. Прямо я иду по тишине. Каждый раз, когда пою эту песню, Я все время погружаюсь, вспоминаю монастырь, Вспоминаю, как я первый раз услышал монашеское пение, Их монахов, молодых ребят, Которые в таком молодом возрасте посвятились служению Богу. И как им трудно пробиваться в современном мире, Который сейчас, представьте, сколько там нововведений, Мир уже далеко-далеко ушел. Вот они еще некоторые только до кнопочных телефонов еле добрались. Потому что там запрещают им, Особенно в суровых таких монастырях далеких. И очень правильно делают, Чтобы с миром свяжешься, И мир уедет в монастырь. Вот. Да, кто хочет послушать мои песни, Они есть на YouTube-канале Анатолий Першин. Есть YouTube-канал. Вот там мои песни. Еще у меня передача есть «Лаврские встречи». На телеканале «Союз» В воскресенье в 4 часа дня и в среду в 9 утра на телеканале «Союз». Или можно просто в интернете написать «Лаврские встречи». И там… Вот. И там это все услышите. Хочется что-то еще… Сегодня такое лирическое тоже настроение у меня. Хочется что-то такое спеть. О перекличке городов. Так, ребята, пишите. О каких городах? Очень всегда интересно. Как я понял, в чем мое служение? Ну, во-первых, я понял, что кто-то разрушил эту красоту. Когда я увидел монастырь разрушенный, я увидел просто мерзость запустения, которая называлась. Я видел, как там вот пришли эти монахи, они трудятся день и ночь, чтобы хоть как-то это все оживить. И богослужебную деятельность, и хозяйственную, вот. И коров они доили, и красили, и мусор выносили, строили, достраивали, образовывали всякие художественные, кинописные мастерские. Вот. Ну, там большая деятельность. Библиотека. Все начало оживать в это запустение. Но все-таки это все было разрушено, и у меня сердце дрогнуло. Я понял, что вот мой смысл жизни, вот мое служение. Я почему-то решил для себя помогать восстанавливать Осиново-Роща, Девяткино, Иваново-Новороссийск, Краснодар. Так-с. И вот у меня началась с той мысли, что надо восстанавливать храмы. Вот. Взять какой-нибудь храм и восстанавливать, или строить. И так я вот с этого начал, и так и стал священником. Очень просто все. Тольятти, Жуковский, Оренбург, Псков, Москва, Смоленск. Ребята, всех люблю. Даже Санкт-Петербург. А я сейчас в Ленинградской области сижу в деревне в вагончике строительном. И так интересно, и Сургут, Краснодар, и со всего мира идут весточки. То есть, Господь дает такие возможности, что нет ничего невозможного для Бога. Хотя раньше старцы, я помню, старец такой молится. Он говорит, вот старец приставился. Просто человек видит за тысячи километров, как душа возносится другого такого же святого человека. Или, о, Владыка едет там, вот, за 200 километров слышит, как приближается Владыка к его келье. Без всяких мобильных телефонов. Господь, все. Славянск на Кубани. Зажупание. Ставрополь. Зажупание до деревни. Нет, я не в Зажупании. А я в деревне Агалатова. А в Зажупании езжу. Ветвенник. Третий раз пишет. Людмила Тюрина. Не Тюрина. Тюрина, не Тюрина. Люда, привет. И Петров. Вот. А я не все вижу. Потому что я пока пою, проходит лента. Отец Анатолий, вы были у старцев? Конечно. Я... Первый мой старец был старец Николай Гурьянов. Я еще тоже ничего не понимал. Меня туда привезли. Я просто на него смотрел. Я понимал, что это святой человек. Потрясающе. Вот. Ты приезжаешь к нему с каким-то вопросом. Только подходишь к его дому. И у тебя уже ответ. Ответ. И думаешь, а зачем ты приехал? И просто стоишь. Старец выходит. Всех благословляет. Мажет такой... Прищепочка у него была такая. Скрепочка канцелярская. Он макал святым маслом. И мазал все в лобик. И в этот момент надо было задать один единственный вопрос. И он сразу тебе отвечал как на духу. Вот. И он кое-что тоже мне сказал. И по поводу строительства. И по поводу меня самого. И бывает, знаете, проходит десятилетие. Пока ты поймешь, что тебе сказал старец. Потом я переехал. Когда старец умер. Николай Гурьянов. Мы стали ездить во Псков. К старцу Адриану. Вот. И у меня так всегда получалось. Вот приезжаю. Вот стоит очередь. Очередь стоит прямо в его келье. Прям не проткнуться. Выходит женщина. И говорит. Молодой человек. И меня вызывает. Я к какому-то там углу вообще. Молюсь. Стою. Тихо. И она меня вызывает. И прямо к нему. Я падаю на колени. И он надо мной плакал. Я прямо, значит, слезы чувствовал. Как мне на затылок падают слезы. Старца Адриана. У меня была такая беда. Вот. И он мне как отец родной. Я даже ему ничего не рассказал. Ничего. Не успел даже рассказать. Он просто плакал надо мной. И никаких слов не надо было. Вот это настоящий старец. Вот. А потом, значит, я познакомился с отцом Ермогеном. Муртазовым. Архимандрит. Он из Пюхтинского монастыря. Был 20 лет духовником. А потом переехал во Псков. Вот. Монастырь. Господи помилуй. Ну, в общем, женский монастырь во Пскове. Сейчас уже с головы. После пандемии многие эти. У меня сейчас хорошо так. Много из головы лишнего. А иногда и нужно. Вот. И вывалилось. Сколько там сейчас времени-то? Господи помил. Времени. 20-56. Ага. Четыре минуты осталось. Сегодня много разговариваю. Вот. И отец Адриан умер. Старица Николай умер. Отец Адриан умер. Отец Ермоген умер. Вот. И как бы Господь вот перед этими событиями очень много убрал старцев и духовных людей. Вот. Чтобы они не видели этого безобразия, которое происходит. Снитогорский монастырь. Правильно, Люда. Молодец. Вот Люда подсказывает мне. Из ветренника. Спасибо. Вылетел из головы и все. Бывает такое вот. Знаешь, знаешь. Потом бабах. У меня такое бывает. Это потому что много информации. Так. Старий Цивилий. Старий Цивилий. Да. Я к нему тоже ходил. Он сюда приезжал регулярно каждый год на Успене. На Успенское подворье Оптиной пустыни. И там меня к нему проводили тайно. Вот. Кто остался. Я думаю, что старцы остались. Но они, может быть, больше тайны. И если я вам что-то сейчас скажу, вы туда рванете. Вот. Да. Час пролетел. Я не успел. Значит. Песня. Она пришла. И все изменилось. В том королевстве тусклых зеркал. Как будто с неба спустилась милость. И этой милости я искал. Так что же делал я все эти годы? Зачем я жил и куда спешил? Теперь в обломках былой свободы Ищу остатки живой души. Она пришла и душа согрелась. И стало радостно и светло. И красота никуда не делась. Она всегда побеждает зло. Жизнь течет как вода. Радость в ней беда. Счастье в ней и печаль. Выходи на причал. И навстречу плыви. Простотею люби. Красоте и мечте глубине. Высоте. Жизнь течет из цветных мгновений. И на фоне последних дней. Снятся нам дорогие тени. И мечтается все трудней. И мечтается все трудней. Жизнь течет как вода. И не остановить. Так и будет всегда. Просто хочется жить. И не знаешь зачем. Столько бед и обид. Только сердце в груди что-то часто болит. Жизнь течет как вода. 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 Мой друг бессонница. Скажи. Неужто клонится к закату. Весь этот мир и этажи. Что проходили мы когда-то. Там на последнем этаже. А может быть на третьем небе. Живот готовый уже. И не заботятся о хлебе. Куда нам немощных до них. Мы здесь внизу пустыню пашем. Ну как оставить нам одних. Больных и странных братьев наших. Мой друг бессонница. Скажи. Неужто клонится к закату. Весь этот мир и этажи. Что проходили мы когда-то. Кровью нарисованный бой. Снегом занесенные сны. Снегом занесенные сны. Снегом занесенные сны. Снегом занесенные сны. Пёрышко на ветру. Пёрышко на ветру. Буквица на песке. Щепка в морской волне. Звезда вдалеке. Пёрышко на ветер. 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 руках все в божьих руках все в божьих руках ну дорогие мои все в божьих руках и и наша передача в том в том числе мы просто поговорили вот простите меня если что муж не так чего сказал дотронул какие-то темы может кому-то это не нравится не нравится ну я был искренен самое главное вот спасибо господи всех за всех молюсь всех люблю вот много писали 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 я не могу все читать очень много значит очень много из вопросов я не могу за ответить может какой-то сделать специальный выход за что вот и отвечать на вопросы на самом деле я не очень умный допустим как отец олег стене аев или отец андрей вот скачок поэтому ну с богом до следующего понедельника короче да вадимир мельников написал что и умнее всех ну ты володь даешь что неверно то неверно расставаться не хочется но что поделаешь божьей помощи вам боже благословение все до свидания как тут выключается нажму все на лицо а тут крестики до свидания